как поступить допустим уж нами не живет уже давно если я подам сама на развод это же будет прелюбодейство да и прелюбодейство надо обдумать это все на месте вам следует ли подавать если подадите вы с ним зарегистрированы хотя бы поверски да у нас официальный штамп то есть как бы но официально муж и жена и мы повенчаны но он не хочет подавать на развод может быть и правильно это надо на месте там спросите священник он вас лучше знает тут стандартно не может быть изменял он вам или нет вопрос самый главный не подозрение а действительно так что лучше перемоги меня этот вопрос интересует так как он с нами давным давно не живет то есть он даже как бы но детей он не воспитывает и меня вот самый большой то вопрос изменял ли он или нет но сомнения у меня есть но вы сами решите вот вы подаете не подаете на развод подойдете на подойти на развод что это дает то церковный брак мирские загс они не могут отменить а это главное подать то никогда не поздно а я а если бы кара с этого может и не надо делать это надо на месте знать всю вашу обстановку побеседовать его предупредить а так вы подаете этот суд может решить не вашу пользу если я знакомый юристом надо посоветоваться посмотреть все нюансы еще же вы за таких выходите которые вас бросают из-за ни одна такая помоги господи так издалека это не решит такой вопрос молитесь и как господь положит может быть одумается и вернется гнати тихонов почти третий год это ничего не значит бывает возвращается через 15 лет даже если изменил и тогда за того этот василий великий говорит не советуем разводиться перед богом все и бог силен все это отменить а так твердо сказать никак нельзя это не обдумано будет и неразумно я знаю одно что надо молиться в разводе большей счастью бывает женщина виновата вот на работе разговаривает когда она дура была такого мужика не удержала вот так вела себя я тут со мной беседовал она говорит я все время его учила у меня образование выше а у него нету но я уже даже не то что равнялась я выше его и как подравнялась до ушел другой а теперь только повторять дура была дура у нас стали стычки так как я узнала как бы сначала смотреть ваши ролики начал одеваться то есть как бы ну закрывать все в платке ходить как он не говорит мы ж не в потерявке живем ну и там пошло поехало потерявка не при чем это перед богом причем потерявка то посмотри мусульмане по всему миру как одеваются люди которые христа не знают и как они это понимают у них это принято а у нас священники потворствуют греху слабостям человеческим а у них вот она без платка приехала из европы домой ей каждый день и имам и мула и шейх и сестра купи хиджаб сестра купи хиджаб ей рассказывают все а у нас никому не нужно везде без платка как блудные какие то добрый день здравствуйте мне слышно я слышу вас я хочу задать вам вопрос и на тихий пожалуйста роман задавай бог посылает ли человеку знаки и каким образом если человек принимает какое-то решение может ли или производит происходит такое что он посылает какой-то знак что человек на правильном пути спасибо не так просто вы сами запишите четыре вопроса которые сами себе ответите первый вопрос таким решением а что-то за решение вы сами знаете уезжайте куда-то работу меняете что я ищу духовного или телесного вечного или временного первый вопрос на бумаге напиши раздели дальше начинай говорить что по этому вопросу говорит священное писание библии значит ты должен очень хорошо значит через нее бог отвечает тебе он знак дает тебе какое место быть это соблазном для людей которые узнают это увидят вы каждый вопрос тщательно разобрать должны и в конце вам уже никого не надо помощника вы увидите как ответ единственный будет который засияет только стоит может с постом и молитвы обращаться к этому выгода какая тебе будет поставь вопрос просчитай все все варианты которые за этим идут что лучше ничего не делать на этом оставить и трудиться или начать просто лезть туда куда задумал и ехать или что-то я вот сколько знаю когда эти вопросы решают люди дальше ничего уже не надо что я ищу божьего или человеческого временного или вечного такие вопросы то там видно будет а напиши чего я хочу и какой вывод будет отсюда я вот просто хотел спросить ситуация такая была я поступал неправильно долгое время и в какой-то момент решил что все хватит нужно поступать правильно по отношению к другим людям ну и в этот момент буквально вчера я пошел в храм совершенно маленький небольшой не в Барнауле и я туда шел чтобы помолиться и в этом храме оказался служил митрополит наш Сергий вот это можно расценивать и смотреть как ответ никак никакого ответа тут нету совершенно вы этим не занимайтесь а то теперь обратись а то узнал что надо вопрос вечного нет что говорит Библия что говорит твоя совесть поставь совесть твоя как тебя она может обмануть или не обмануть советуйся с добрыми людьми ну и последний вопрос как я говорил не будет ли это соблазном для кого-то никакого отношения присутствие митрополита его и работа такая он должен там быть никакого нуля понятно а вот знак какой допустим ты начал молиться об этом и тебе вопрос господь открывает нужное местописание показывает что они так где откроют там буду считать нет вот мне приходилось помогать людям ориентир держать вот одна мне пишет из италии не пишет ну здесь в интернете я вот такая то там она патриотка я вижу что я тут ну дочери выросли все неверующие я уехал сейчас я свободно решила ехать в россию но я не знаю надо или не надо а мне сказали что вам бог отвечает ну и все я принял заказ молюсь она через неделю уже спрашивает я говорю ответа нету еще неделя месяц второй третий ответа нету только сказал третий месяц нету и сразу ответ пришел я говорю теперь давай анастасия пиши я указал ей место писания она записала а теперь последний шаг ты своему духовнику доверяешь священнику ну да какие отношения хорошие вот теперь возьми это место крупно напиши и скажи батюшка я прошу тебя помолиться и дать ответ вот по этому стиху ехать или не ехать этот стих который позволяет то и другое стали молиться он сразу сказал не езди она до того огорчилась она спрашивала волю как бы божию а воля то своя больше была и он ее задержал она уже там вещи собрала узелки завязала все едет в россию он говорит не езди я еще поступил я ответ не даю я узнал где дверь открывается господу богу и показал а как расшифровывать не расшифровывай что тебе скажет священник посмотри как это место святые отцы толкует и у тебя как на ладони будет ответ вот все спасибо спасибо слава иисусу отхожу отхожу